Торпеной Торпеной Не знаю, почему у меня это вызывает какое-то чувство гордости Не знаю Вот отсюда Вот отсюда этот человек Хотя, конечно, судьба еврейского населения этого города Этого места и критинги Более плачевно там складывалось Около Торпеной Есть место в лесу и мемориал Где Были расстреляны Евреи Всего западного региона А поскольку Место это было Изгодно пересечение путей Да, критинга самой крайней Крайняя точка Российской империи, подходящей Германии Здесь очень много торговали И Кроме того, надо учитывать Что Литва, Белоруссия Находились в так называемой зоне оседлости Где Проживало еврейское население Которое не принимало Православие И, соответственно, не могло проживать Ни в Петербурге, ни в Москве Вот в этой зоне оседлости И Такое население еврейское формировалось Ну вот Торпеной Ну что еще там? Очень хорошее лесничество Торпеной протекает Речка Дания Но теперь она Вот в этих краях Она называется Акмяна И если где-то на карте Вы это увидите Не думайте, что Географы ошиблись Просто одна река Носят два названия И сразу же за Клапидой Она переименовывается в Акмяне И мы с вами едем в Кретингу Мы с вами едем в Кретингу Где увидим Опять же Дворец графа Дышкевича С зимним садом оранжерей И Францисканским монастырем С самого начала 17 века Но поскольку вы из республики Где более развито Лютеранство Протестантизм Вам хорошо известны Времена реформации И контрреформации И Литва Сделала такое Отступление От католической линии На определенный момент Как и все Но возвращаясь К католицизму Многие раскаивались Многие что-то строили Основывали Различные Католические ордена Были очень активны На рубеже 16-17 века И всего в Литве В начале 17 века Было основано Четыре францисканских монастыря И самый первый из них В третинге 1604 год Сейчас действующий монастырь А также есть Женский монастырь Святой Клауры О Святом Франциске Не буду рассказывать Все читали Родился в Асизе Кто поедет Или был в Италии И был в городе Асизе Проникся Безусловно Просто Обаяние Святого Франциска Все там белые голуби Покровительских больных Животных Малых Сирых Замечательный человек И вот до сих пор Его имя живет У нас очень часто Тут путают Францисканс Или Картинские Никак не могут разобрать Кто какой Но ходят Монахи В монастырях Коричневых вязок Очень скрупно Подпоясаны Веревками И с капюшонами С этими И знаете Они Сейчас Ведут Строительство Госпеса Около Городской Больницы Клайпеды Околоонкологического Отделения Возглавляют Это строительство Несколько лет Собирают Средства И все это делают А теперь Пока мы Кредингу не приехали Еще раз Говорят Очень актуальный вопрос Вот этой Пятидесятики Километровой зоны Визы И без визы В Россию Я Не хотела бы Никаких Сделать утверждений Громких Заявлений Не являясь Дипломатом Или Госполом Каким-то Но Расскажеры о том Чтобы Везде Распространить На Литву Пятидесятикилометровую зону Они Давно уже идут И Калининградская область Относится к этому Спокойно И Радостно Литва Все еще Не приняла решение О Пятидесятикилометровой зоне Потому что Трудно очень контролировать Человек В этой зоне Находится Или нет И Естественно Евросоюз И Евросоюз Когда Много Наверное Каких-то Проблем Опасности Но Литва Такое соглашение Еще не приняла Но Все На Жители Калининградской области Ездят в Польшу На 150 километров Между Россией и Польшей Такое решение Уже Принято И Сейчас намного Ослаб Интерес Например Мы Сотрудничаем В сфере Образования Со Школами Художественными Школами Калининграда Зеленоградцев Я посмотрела Как резко Уменьшился Интерес К нам Потому что У людей Есть возможность Выехать В Польшу Ну По каким-то Делам Которые Интересуют А так Мы очень тесно Сотрудничали Естественно Имея взаимную Выгоду Мы заезжали в Россию Кому это нужно Имели визы Российские Не получали визу Если часто заезжаешь То получали визу Шенгенскую Полугодовую И ездили отдыхать Россияне В Европу Очень им привлекательно Это Потому что в России Все очень дорого Особенно в Калининграде Все дорого Уровень цен Уровень цен Превышает Наш Лайплинский Вильнюсский Уровень цен Кретинга Прямо Нас интересует Зимний сад А потом Слева Прямо Мы едем Прямо 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 О, нормально, хорошо. Слава Богу, а то я уже... Нельзя? Можешь. Деревьев мало, везде лавочки. И полиция навстречу. Деревьев много, везде лавочки, везде лавочки, везде лавочки. Учебника по ботанике, а чтобы во времени сориентировать, это первая половина XIX века, Юргес-Побяржа. Это мужской монастырь, монастырь Святой Клары женский. А здесь мужской монастырь. Живут они немножко дальше, за собором система построек есть. Вот сейчас посмотрите, стены и вот здание там дальше, да? Города, моя. Там школа, такая как гимназия при монастыре, католическая школа. И небольшой колею. Ну, их немного. Их здесь примерно вот так вот 20-30 человек. Когда сколько? 20-30 человек в монастыре живет. А Клара, да, действующий, он где-то вдалеке. Вот эта часовня красная справа, это графов Тишкевича, посыпальница на кладбище. Да, Каплича, Каплича. 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 И вот уже вы сейчас отсюда, с этого перекрестка, начинается территория парка и самого поместья, собственно говоря, где следили за территорией. И, в конце концов, все увенчалось так называемым зимним садом. Любовь к природе увенчалась зимним садом. В каком состоянии Критингский музей? В прошлом году он был весь в лесах, а сегодня он не очень-то имеет вид. Внутренняя реконструкция в основном идет. Вот здесь есть площадка с правой стороны, где может стоять транспорт. Но я так и не поняла, мы вылезаем или нет. Здесь мы выходим, да? Да, да. Нет, я только застряла строительство. Ну, то, что вы сейчас видите, это большая оранжерея, зимний сад. Там находится кафе, пасграфа. Там есть экспозиции, которые посвящены критинге начала 20 века. Очень много предметов народного быта. И, конечно, большой зал посвящен истории этого поместья. Собраны музыкальные инструменты, которые чудом сохранились. Здесь вот был техникум в советское время. И рядом из белого кирпича силикатного осталось это здание техникума. Зимний сад не действовал. Сейчас там больше 200 видов таких тропических. Мы это как комнатные растения принимаем, да? Есть аквариум с рыбками, есть черепашки всякие. И вот сейчас мы немножко дальше проедем. Здесь обязательно нужно говорить о мельнице 19 века, которое хорошо сохранилось. По сути дела могла бы действовать эта мельница. Воду спускают вот здесь вот из прудов. И там крутятся жернова. И вот эта вот вся система, вода уходит сюда, в Акмяне. И работает она таким образом. А куда мы уедем? Вообще никуда, в Салантай, да? Вы меня тогда где будете выпускать? Нет, мы не едем в эту сторону. Автобусный вокзал совершенно в другой стороне. А как ты взыбрался? Да, пока не шоссе. Нужно ехать в обратную сторону. Развернуться нужно. Там нужно на спецификсе развернуть. Да, и отправить меня на вокзал. Отправить меня на вокзал, увезти. Это значит выпустить там, где шпиль собора. И там вы сделаете круг почета к рейтинге. Я еще хочу сказать, что в этом парке находятся солнечные часы. И воспроизведен календарь древних балтов. Это каменные фигуры. Вот вы там поедете через Салантай, через музей часов. Как-то тема так перекликается. Каменная тема перекликается. И там сделан очень интересный календарь по праздникам, по месяцам и календарные праздники. Праздники на такие не христианские, там Пасха, Рождество, а этнографические, природные. То, что мы называем календарными праздниками. Ну и обращайте внимание на то, что архитектура здесь, конечно, такая эклектичная. Французы до сюда не доехали. Фамилию не скажу, как-то она не акцентируется. Потому что больше внимания удивил Пышкиавича. Паланге. Вы сами понимаете, у моря более репрезентативное место. Здесь вот дубы и каштаны. Дубы 150-летней давности встречаются. Ну, каштаны около 100 лет. Я хочу сказать, что совсем недавно умер последний наследник пралангского и кретинского поместья Адольфос Тышкевичус. Он умер в Польше и несколько лет назад, он дожил до 92 лет, и его останки были перенесены в Палангу. И он похоронен в Паланге. Последний из Тышкевичусов. А где он? Там около церкви? Нет, он похоронен на Палангском кладбище. На Палангском кладбище. Там, берут искал, у нас там нет никаких захоронений. Часовня здесь. Буду уточнять интересный вопрос. Я считала, что в Паланге. Его привезли в Палангу и сказали, что будет перезахоронен на родине пресса. Здесь очень сложно отделить национальность, кровь разделить. Практически все магнаты и аристократы, все польских кровей. Могу сказать, что жена, вот Феликса Тышкевичуса, Антонина, она была в родстве с женой Пушкина Натальей Ланской. Наталья Пушкина, во втором замужестве Ланская, она была в родственных связях. Аристократический мир, он очень сильно перемешан. Но с поляками считаются аристократы, если они даже были по происхождению литовцы, в 19 веке себя писали поляками. А вообще Тышка с Украины. Это родство Михаила Тушкин с Украины. А кем вы его будете считать? По-русски иногда говорят, хоть горшком назови, только в печь не садись.